С тем же соперником в предыдущей партии случился странный куриоз. Наверное, не пойду к коне в 3, сыграю d4 и слон f4. Лондонская система в последнее время пользуется успехом. Я на волне популярности тоже попытаюсь поприменять. e3. Мне кажется, что против стариндийских построений в белых есть некоторые шансы получить перерез. Сейчас, если белые не играют, c3, d2, а идут в более принципиальные позиции с пешкой на c4. Дело в том, что если черные играют просто e5, ну, конкретно, такое проведение e5 не совсем не нравится, потому что, если я не ошибаюсь, я могу выиграть пешку. Просто взять на e5 и взять на d8. И вроде промежуточных шахов черных нет. Да, странно, спирник сыграл. А, либо, может, тут такая жертва? Да, это с трудом, все-таки лишняя пешка должна быть старше. Могу убрать коня на f3, могу взять на d7, но я не уберу коня на f3. Может быть, белые готовы обнаглить до такой степени, что возьмут еще одну пешку. Почему бы и нет? Две лишние пешки лучше, чем одна. Ну и просто сыграл, да. Слон готов откатиться на d6 во всех вариантах. Ну, может быть, стоило сыграть слон d6. Да. Пожалуй, стоило сыграть слон d6. Белые и черные, пока что еще не получают некоторую контр-игру. В этой позиции. Ну и ладно. Возьму на e4. На слоне e4 попытаюсь понять, как бы мне полопчее защитить эту пешку. Может быть, вот так. Правда, видимо, не очень удачная идея. В черных есть ход конь e5. С другой стороны, на коне e5 белые готовы взять на e5 и сыграть слон офицей. Размены... Любые размены должны яро приветствоваться белыми. Одет c8. Ладно, можно вернуть слона на базу. Не может не радовать. Если белые консолидируются, то, конечно, две пешки начнут сказываться. Пока черные очень активны. Ну, попытаюсь играть слон офицей, слон д, так как бы. Приятно. Очень хочется куда-то деть ферзя, чтобы он не попал под... Различные трактические неприятности. Да, времени мало. А ферзя надо куда-то убрать. Ну, ладно, сыграю ферзь d2. Что-то... Совсем не то, что мне хотелось бы. Да, ферзь d2 это плохой ход. Потому что, слон, может вернулся и потом в поне выпрыгнет на e4. Ну, да ладно. Конь e6 сразу. Тоже надо было подумать об этом. Как теперь защищать пешку? Ферзь c3, что-то чуть ли не единственный ход. Черные могут взять на d4 и нанести на g2. Да, в общем, не справился я с инициативой черных. Теперь у них есть серьезные шансы. Крайне мере, не проиграть. Само обидное, что даже если сейчас черные не нанесут никакого удара, то мне не так легко все равно сделать следующий ход. b5, тоже интересное решение. С другой стороны, пешка на c4 будет защищена хорошо. И пункт d4 в некоторой степени солиден. В том плане, что хотя бы, но... Может быть, пешка здесь потеряется. Но пока черные будут ее выиграть, я уберу все фигуры из-под нападений. Ферзь b7 может быть хороший ход за черных. Попадаю на эту пешку. Ну, с другой стороны, я сыграю в 3. Выглядит уродливо, но... Делай готовы потерпеть. Времени нет, но... Ничего. На плейчисе есть прямув. В крайнем случае, активизируюсь в плане быстрой работы мышкой. Так, ферзь f6. Что-то делать уже. Ухожу по дейнгену. Готов сбросить одну пешку. Может быть, пожадничаю. Наверное, пожадничаю. Да, но 15 секунд это, конечно, очень плохо. Белые уже, видимо, избавились от всех шахматных проблем в этой позиции. Позиция снова выигранная. Абсолютно. Но, конечно... 15 секунд это очень мало. Есть ли удар слон e5? Наверное, есть. На ферзь e5 хочу взять на f7 и просто дать мат на g8. Ну, теперь одни попадается в эту примитивную достаточно ловушку. Должен сказать, что пронесло, потому что 10 секунд даже в такой выигранной позиции создали бы у меня, конечно, проблемы. Ну, а пока всем спасибо за...